Девчонки, привет и мальчишки! Отличный день! Посмотрите, какая елочка красивая стоит, но мы будем ее нарежать завтра. Это значит, что скоро Рождество и Новый Год, и нам нужно подготовить свои фигуры, привести их в порядок, сделать наши тела здоровыми, молодыми и красивыми. Для тех, кто не знает, давайте познакомимся. Мизут Евгения, МИ-56, всего лишь 56, и я сторонник здорового образа жизни и естественного омоложения. Дорогие девчонки и мальчишки, я приготовила вам бомбезный сюрприз. Такого упражнения вы не найдете нигде, потому что я его придумала сама. Сегодня мы будем с вами подтягивать и укреплять внутреннюю часть бедра, это номер один, укреплять и подтягивать наши руки и нашу спину, скажем, три в одном. И все это будем делать с двумя подушками. Да, вы не представляете, всего лишь две подушки нам нужно для этого просто бомбезного. Ну, я не знаю, какое придумать здесь выражение, но реально просто сверхъестественно суперовое упражнение. Сейчас вы сделаете и сами удивитесь. Поэтому, как только вы встали со своей постели, только проснулись, открыли глаза, хоп, две подушки в две руки, вскочили с постели и начинайте делать. И поверьте, потом к Новому году и к Рождеству вы посмотрите на себя в зеркало, вы влюбитесь, какие вы будете стройняшки, какие у вас будут красивые ножки, ручки, ровненько спинка. Ну что, поехали! Для этого упражнения нам нужно две подушки. Вот у меня есть вот такая. Ну, подушки небольшие, в принципе. Вот одна подушечка и вторая. Итак, ну эта подушечка у меня чуть-чуть больше. Но если они будут одинаковые, то даже хорошо. Хорошо, смотрите, зажали между ног подушку и мы будем, смотрите, я пока без подушки покажу, мы будем, ножки мы слегка присохнуты, надеюсь, камеру выставила меня видно, ножки слегка присохнуты, ножки не вместе, буквально на один, ну, сантиметров на 15. Да, вот так вот мы их чуть-чуть, сантиметров на 15 мы отступили одна, другой. И делаем вот такое движение. Мы давим внутренние части бедра, мы делаем давление. А чтоб нам было это делать легче, мы это будем давление делать на подушечку. Давайте пока потренируемся. Это номер один. Кстати, вот это упражнение сразу три в одном. Ну, покажу, показываю по частям. Вот, смотрите, я поднимаю руки, чтоб вы видели. И мы просто надавливаем сильно-сильно, делаем такую пружиночку, но не быструю, не так. Раз, два, три, четыре. А вот смотрите, раз, два, три, четыре. Вот в таком темпе мы делаем. Так, здесь вы запомнили. Далее. Подушка номер два. Девочки, взяли подушку, вытянули и держим. Вот, просто держим. Считаем 25 счетов. Поехали. Руками мы держим. Спинка у нас ровненькая. А ножки у нас, коленки слегка присогнуты. И мы делаем давление. 25 раз. Поехали. Раз, два, ножками сжимаем. Сильно-сильно, сильно, прямо давим на подушечку. Сильно-сильно. У вас должно быть внутреннее уже гореть. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Если вы думаете, что это вам слишком легко, то просто встаньте с дивана и сделайте. И вы на себе убедитесь, что это упражнение совсем нелегкое. Пять, двадцать пять раз мы сделали. Сейчас мы зажали. Это у нас второй этап. Зажали. Сильно-сильно держим здесь. Мы пружинку не делаем, а просто зажали. Подушечку взяли за такой, наверное, я развернусь вот так чуть-чуть к вам. Вот, за уголочек взяли подушечку и делаем такое движение руками. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Двадцать раз достаточно. Девочки, сейчас взяли подушечку, как в первый раз. И двадцать пять раз мы продолжаем, доделываем. Здесь ручками мы просто держим, а ножками мы делаем пружинку. Двадцать пять раз. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. И мы с вами большие молодцы. Всего лишь две подушечки. Всего лишь две подушечки. А какое сейчас я чувствую напряжение? У меня внутренняя часть бедра горит. У меня здесь ручки в таком тонусе, что я просто не могу передать. Кстати, рассказываю, снимаю видео и нужно, рукава закатила еще до видео и забыла их откатить. Итак, для моих продвинутых девчонок, кто в моей команде давно, я показываю это упражнение с утяжелителями. Да, мы немножечко сейчас видоизменим место второй подушечки. В руках у нас будут гантели. Итак, внимание. Так, подушечку зажали, коленки у нас присогнуты и здесь мы делаем пружинку. Девочки, здесь у меня гантели по два килограмма. Это гантели по два килограмма. Для тех, кому тяжело по два килограмма, но кто хочет все-таки более усиленный эффект, у кого ручки не такие слабые, первый шаг – бутылочки пол-литровые. Второй шаг – килограммовые гантели. Третий шаг – полтора литровые бутылочки. И четвертый шаг – двухлитровые гантели, как у Евгении. Итак, поехали. Делаем десять счетов. Здесь делаем пружинку. Держим. Раз, два. Ручки мы просто держим, а ногами мы делаем пружинку. Давим сильно-сильно, сильно-сильно. Десять. Отдохнули. Сделали вдох, выдох, вдох, выдох. Девочки, сейчас делаем шесть раз. Здесь просто ножки зажали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хо-хо, вместо шести я сделала десять раз. Ну, вот как-то захотелось мне сделать десять раз. Итак, девочки, вот эти две подушечки, эти две помощницы, они помогут наше тело сделать молодым, красивым и здоровым. Поэтому, когда вы проснулись, не спешите сразу бежать на кухню, девочки, не спешите. Возьмите две подушечки, две подушечки и помните, что ваши две подушки, это ваши две подружки, да. Они вам помогут. И через месяц, через месяц, не через неделю, не через две, не обещаю быстрых, я никому не обещаю быстрых результатов. Но через месяц вы заметите, как ваша внутренняя часть бедра подтянется, как у вас будут красивые стройные ножки, как руки заиграют, уже вам захочется что-то открытое деть, да. И это все возможно. Девочки, вообще, я придерживаюсь такого принципа, что невозможное возможно, в конце концов, да, в любом возрасте, девчонки у нас и мальчишки, у нас нет возраста. Ведь цифры в паспорте, ну, нет, по-другому надо сказать, возраст в паспорте, это всего лишь цифры, а нам столько лет, насколько наша душа молода, а мы молоды душой, здоровы духом и здоровы нашим телом. Всем хочу пожелать здоровья. Пейте апельсиновый имбирный чаи, кстати, я вам, наверное, этими чаями уже достала. В каждом видео я вам желаю пить апельсиновый имбирный чаи. Пейте те чаи, которые вам нравятся, лишь бы вы получали от них здоровье, внутренний релакс какой-то. Вот мне, допустим, нравится апельсиновый имбирный чаи, да, я их очень-очень люблю. По традиции, пожалуйста, девочки, жду от вас плюсик. Не пожалейте, не пожалейте комментарий для Евгении, потому что все, что я делаю, я стараюсь для вас. Девчонки, ведь ваш каждый комментарий и ваша реакция, это просто для меня огромная мотивация двигаться дальше. И хочу сказать таким, ну, закончить вот это такое, у меня, знаете, такой сегодня подъем, такое настроение. Хочу закончить словами. Здорово в теле, здоровый дух, присоединяйся в команду Евгении, будем молодеть, здороветь. Мы все молоды душой, а если мы молоды душой, то нас ищут все самое лучшее впереди. Так и будет. Продолжение следует...